Документальный фильм Музыгант Пол Маккартни вместе с режиссером-постановщиком Альбертом Мейлзом. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Музыгант Пол Маккартни вместе с режиссером-постановщиком Альбертом Мейлзом. Музыгант Пол Маккартни вместе с режиссером-постановщиком Альбертом Мейлзом. В фильме «Love We Make» рассказывается в частности о подготовке этого шоу, в котором помимо Маккартни приняли участие Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Эрик Клэптон, Элтон Джон и Джей Зи. Кроме того, картина содержит эксклюзивные фрагменты диалогов Маккартни с жителями Нью-Йорка, отснятые на улице города. Премьера «Love We Make» состоится в выходные на кабельном канале «Show Time», который известен своими сериалами. И вот, кстати, мыльную оперу об 11 сентября тоже уже сняли, естественно, в Мексике. Речь идет о сериале «Восьмая заповедь», главным событием первых серий которого стал теракт 11 сентября. Видите их сейчас на своих экранах. Итак, по сюжету, мексиканская журналистка по долгу службы оказывается в сентябре 2001 в Нью-Йорке. Ей назначают встречу во Всемирном торговом центре именно 11 сентября. После теракта журналистка пропадает, из-за чего ее считают погибшей. Но спустя 10 лет, то есть сейчас, ее дочь, тоже журналистка, расследующая, в свою очередь, участие нелегальных эмигрантов в спасении, выживших после катастрофы, находит собственную мать и возвращается с ней в Мехико. Вот такая интрига. Это вам не просто Мария или рабыня Изаура, настоящий политический детектив по-мексикански. О во всех киноработах про 11 сентября при всем желании не расскажешь, так что постепенно перейдем к следующей теме. На днях на юге Лондона торжественно открыли скульптуру, посвященную тем страшным событиям. Давайте вот посмотрим на нее, на эту скульптуру. Конструкция представляет собой Всемирный торговый центр после терактов в Нью-Йорке. То есть это, как вы видите, такие скрещенные стальные балки. Это настоящие металлические элементы, которые остались после падения башен. Автор монумента японский скульптор Андомия, который решил своей работой почтить память погибших. Но родственники жертв терактов 9-11 несколько месяцев назад взмутились этой установкой скульптуры в городе. Мол, кощунственно делать памятник из материалов, обрушившего Всемирного торгового центра, под обломками которых находились их родные и близкие. Антискульптурная кампания все-таки достигла своей цели. Памятник хоть и установили, но лишь на время. Сейчас скульптура установлена в Биттерси-парке. Лично ее представлял мэр Лондона Борис Джонсон. То есть власти все-таки идею установки монумента одобряют, хоть и прислушались к мнению общественности. А теперь перейдем к изобразительному искусству художников, которые реклифсировали на тему 11 сентября не счесть. Опять же, рассказать обо всех просто не представляется возможным. Мне помог американский журнал Ньюсвик, который выбрал одного. В номере, посвященном юбилею трагедии Ньюсвик, пишет об известном немецком художнике Герхарде Рихтере. Недавно он выпустил целый альбом под названием «Сентябрь», в котором попытался отродить свои мысли по поводу тех событий. 79-летний художник представляет работы, которые выполнены в фотографическом стиле. Это такие размытые изображения башен-близнецов и летящих самолетов, словно в дымке. Получается, что он якобы берет стоп-кадр из выпусков теленовостей, который получается немножко таким вот искаженным. Размытость и абстрактность изображений тоже не случайна. Рихтер пишет картины о вещах, которые исчезли, то есть о том, что осталось только у нас в сознании. Именно поэтому все как бы в тумане на его полотнах. Посмотреть полностью альбом «Сентябрь» можно на сайте художника. Напомню, его зовут Герхард Рихтер. Зайдите, не пожалеете. Работы и правда интересные. Из театральной жизни наиболее привлекательным выглядит спектакль «Гайз», который поставили в городском театре Остина, штат Техас. Давайте посмотрим, о чем идет речь. There's a fire captain. He just lost most of his men. He's got to give the eulogies. He can't write them. He needs a writer. We're talking about 350 men. Over a bad year, we might lose maybe six. And this was in one day. One hour. The families want me to say something. I'm the captain. What am I going to say to them? How am I going to explain it? It won't be about what happened that day. We'll talk about who they were. We'll make this about them. That's what we can do for the families. В основе спектакля – одноименная пьеса известного драматурга Анны Нельсон. В ней рассказывается о спасателях и пожарных, которые помогали находить пострадавших и разгребать завалы после теракта. Главный герой здесь – командир пожарной бригады, которая задействована поисково-спасательной операцией в Нью-Йорке 11 сентября. Во время разбора завалов, когда падают башни, он теряет восемь членов своей команды. Поставил эту пьесу на сцене театра Джон Худчин. Все билеты на постановку уже проданы. Почтить память спасателей, погибших на месте терактов, придут сотни зрителей со всей Америки. Но, собственно говоря, это все, о чем я успел вам рассказать за столь короткий промежуток. В мире еще много интересных фильмов, спектаклей, картин и скульптур, которые посвящены 11 сентября. Ведь эта трагедия полностью поменяла нашу жизнь. Рана от нее не зовет еще очень долго. Напоследок короткометражка, которая понятна даже без перевода. До свидания. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok I'm sorry that this is the only way I can say goodbye I just wanted to tell you that I just wanted to tell you again That I love you I love you so much I love you so much